здравствуйте ребята в общем у нас короче посреди февраля наступила можно сказать весна чуть ли не лето температура вон 71 если фаренгейт их это более 21 цельсия 22 наверно примерно так короче машина такая грязная была после последних снегопадов что очень по дороге я вот решил я сейчас еду в нью-йорк но я решил все-таки вымыть машину потому что надоело реально надоело грязное просто все это именно после соли я сейчас понимаю что из россии будут писать ой да это ерунда дал по сравнению с вами у нас машины не грязные у нас не просто черный да но грязь то она все равно есть и она противная на соль поэтому ребята что я могу вам сказать надо короче вымыть машину а мыть руками мне сейчас просто некогда это сейчас надо потратить как минимум пока все отмоешь вокруг поэтому поэтому пользуюсь вот услугой такой вот услугой сзади никого нету почти выключили потому что пока задержка здесь происходит у них мимо видимо тоже по по минимуму по ресурсам работают и поэтому эти один человек только протирает на обычно 22 и протирают а тут один но так как это мойка стоит все пять долларов обычно дороже 7 8 9 за углом буквально там больше буквально одну милю проехать буквально одну милю проехать там 9 10 долларов стоят после волбарта за углом сейчас тут хотя бы протрут это конечно не самый чистый вариант но короче главное что грязь это уйдет вонючая это самое главное потому что все остальное это все короче фигня это не страшно с этим короче проблем нет главное что вот это вот белая гадость уйдет соль вот это противная и и в общем то мне больше ничего и не надо все равно дождь будет даже сегодня возможно я ему доллар дал чаевых и все короче вперед кореша мои драгоценные поехали ох мы с вами едем в нью-йорк так что видео будет ни о чем но правда мне нужно остановиться здесь в магазинчике поэтому после остановки уже мы с вами и продолжим видео под лыжами значит написала сколько стоит коньки и каток в нью-йорке на определенное время билеты или на целый день и далеко ли от нью-йорка это имеется ввиду вот эти лыжи и дальше значит сделайте пожалуйста обзор подробных бань и турецких хамам стоимости расположения ну знаете я хочу вам сказать что в банях я вообще не разбираюсь видимо потому что я уехал из бывшего советского союза когда мне не так много лет было то есть вот этот как бы культ бани он прошел мимо меня то есть я не осуждаю никого кому что нравится мне в бане ну просто меня не интересует поэтому я ничего про них не знаю что я еще могу сказать значит место где мы катались на лыжах она находится от нью-йорка в 100 милях примерно округленно хотя они не встали где-то 120 так что если в километрах то считаете короче умножьте на 1 и 6 120 что у вас там получится 180 наверное где-то примерно примерно может 170 не 180 в общем лыжи как я уже я уже называл сколько стоит про коньки все цены на коньки зависят от того где это все происходит если это в нью-йорке происходит то это естественно дороже чем допустим вот у нас здесь у нас здесь самый ближайший каток есть 6 долларов стоит человека зайти на весь день его работы ну там он работает правда не целый день там у него ну так немножко сокращенные часы но по выходным нормально бывает только три часа в день работает каток но это больше по будням а так вообще по выходным там что-то 10 утра или с 11 по утрам до чуть ли не 7 там вечера или восьми вечера ну вы запаритесь просто целый день кататься на коньках поэтому все равно какой-то оборот идет кто-то приходит кто-то уходит и зайти стоит 6 долларов со взрослого по-моему 4 за ребенка что ли коньки в аренду я не помню сколько стоит то что у нас давно свои коньки как и лыжи в принципе ну по-моему что долларов пять или четыре у нас стоят если же говорить о нью-йорке тем более там на манхэттене там вход на каток стоит в центральном парке давно когда-то я катался по моему 8 долларов стоил потом был 12 но это тоже было уже много лет назад так что я не удивлюсь что вход на каток в центральном парке возможно стоит сейчас 18 за может и 20 долларов даже с человека я не удивлюсь но я говорю последний раз когда я когда-то катался по моему стоил 12 а может даже 14 в общем короче я так думаю примерно с повышением цен 18-20 это я не удивлюсь что это так в аренду коньки там стоили что-то 8 долларов ну сейчас наверное 10-12 примерно так ну в общем короче считайте в 2-2 с половиной раза в нью-йорке все дороже чем где-то чуть-чуть чуть-чуть не так далеко уже от нью-йорка но за пределами вот на этажной так сказать америки у катка всегда перерыв там не знаю 45 минут час а потом они начинают снова разглаживать лед машинкой ну соответственно на это в это время вы находитесь за пределами этого катка но внутри то есть вы заплатили за вход как только машина заканчивает свою работу вы можете снова пойти кататься то есть но это нормально так что одноразовая плата и пока не надоест или пока не закроется так be alert for deer crossing ага опять олени на дорогах ну прям тут двухсмысленная фраза получается пока мы с вами рассуждали про коньки мы с вами снова оказались уже в пятом районе нью-йорка в районе стейтен айленд давайте наверное поговорим о том что буквально недавно вышла новость с громким заголовком как всегда впрочем с громким заголовком что все теперь иммиграционная служба проверяет документы даже на внутренних рейсах ну говорю как всегда заголовок громкий отдела житейская короче в самой статье вы читаете что какой-то рейс значит не помню сиэтла что ли короче в gfk в нью-йорк какой-то рейс когда он пришел на выходе из самолета иммиграционная служба проверила у каждого пассажира документы на предмет законности его нахождения в стране на самом деле на самом деле это делается это это нормальная практика то есть иногда это делается это делается далеко не с каждым рейсом это делается далеко не каждый день и даже не каждый месяц но когда служба когда другие службы безопасности просят значит иммиграционную службу таможенников с пограничниками просят помочь найти какого-то человека которого они ищут то они это делают потому что эти службы они взаимодействуют так оказывается они быстрее стали эти службы взаимодействуют и в общем то помогают друг другу поэтому это даже не зависит от того какая администрация сейчас там в белом доме еще чего это не зависит совершенно ни от какой миграционной политики просто такие проверки время от времени случаются и они ищут ищут кого-то но если они кого-то обнаружат в том числе и без документов ну то вы попались ребята в таком случае если вы действительно находитесь в стране незаконно лучше может быть самолетами вам даже и не летать лучше на машине передвигаться ну или на автобусе на автобусах автобусы то в принципе ходят во всей стране ну как я и говорю статья с громким названием а на самом деле ничего нового в этом нет и поверьте мне я работал в аэропорту с 2003 года по 2009 постоянно восьмой а так я и сами знаете до сих пор иногда там бываю так что я всего это видел и в двухтысячных годах ничего нового в этом нет абсолютно ничего как и на международные прибывающие рейсы но это еще понятно так и на внутренние тоже иногда приходят люди в форме и перед дверью процесс этот медленный конечно конечно это людям не нравится пассажирам кто летел в самолете хочется же выйти уже и ехать домой там или куда но иногда такое случается да иногда такое бывает и ничего необычного в этом нет теперь переходим к следующей теме довольно нашумело что значит по новым указам Трампа начнут проверять иммигрантов кто не является гражданином США проверять получали ли они пособие по безработице вот этот вот вэлфер фудстэмпы и все прочее фудстэмпы это по-русски как их назвать в общем карточки на питание да наверное так и будет выдворять будет выдворять тех кто получал государственную помощь скрывал свои какие-то доходы работал наличные или даже какой-то бизнес оформленный на кого-нибудь на родственника какого-нибудь или еще кого-нибудь в общем идея хорошая я не знаю как они воплотят ее в жизнь но сама идея хорошая и в принципе она мне нравится потому что на самом деле очень много я не знаю какой процент но довольно большое число приезжающих в Америку которые берут и садятся на на всякие вот эти вот программы в том числе и все эти так называемые восьмые программы по съему жилья значит субсидированные государством фудстэмпы в и все такое и вот знаете в принципе можно очень много сэкономить денег а если еще заставить явных нарушителей выплатить это все обратно это вообще будет круто но у меня сомнения по поводу реальности что это вообще может произойти но вот мысли такие есть идеи на самом деле у трампа-то много хороших но как они воплощаются пока в общем то не видно но он пытается он пытается это сделать в принципе его ненавидят за то что он сейчас делает все пытается ему мешает естественно он пытается сделать все то что он обещал это наверно первый президент который действительно пытается сделать все что он обещал просто ему не дают ему мешают слишком много оппозиции, слишком много леваков, вы же понимаете. Но, в общем-то, просто он же не может сам взять и запретить, как вы вот уже на практике убедились, запретить въезд определенным группам лиц в страну. Хотя это уже давно пора было сделать, и на самом деле, скорее всего, точка невозврата уже давно пройдена. Просто в Европе это видно, это уже зашло гораздо дальше. Но, скорее всего, скорее всего, к сожалению, ребята, здесь тоже это зайдет когда-то. Ну, не будем о грустном, не будем о грустном и будем настроены, настраиваться будем на позитив и будем надеяться все-таки на лучшее. что западные цивилизации, хотя бы здесь, в Америке, все-таки не дадут сгнить и захватить это все с дикарями, так сказать. Так вот, значит, самое интересное, что, ведь, знаете, наверное, чуть ли не весь Брайтон-Бич был за Трампа, голосовал за Трампом. Ну, кто-то не мог голосовать, кто-то мог голосовать. Многие, значит, поддерживали. Но самое интересное, что из вот этих вот всех русскоязычных, из вот этой вот Одессы, как раз на Брайтон-Бич живет очень-очень-очень много тех, кто зарабатывает наличными, получает все вот эти вот пособия и, ну, соответственно, скрывает свои доходы. И вот они так и живут, знаете. Нет, я не хочу сказать, что все поголовно так живут, но очень-очень много на Брайтон нечестных, нехороших людей, которые живут именно так, на шее налогоплательщиков. А теперь они, получается, поддерживали, как бы, как это сказать, в общем, выбрали сами себе Дракона. Или, как еще проще, может быть, еще можно выразиться, как вот этого коня, короче, завезли, да, за закрытые ворота. Троянский конь. Они его сами к себе, так сказать, завезли, а он открылся и, опа-на, вот они-то от него и пострадали. Понимаете, такие люди, как я, от этого не пострадают, потому что я никогда не получал никаких вэлферов в жизни. То есть, единственное, что когда-то я получал, когда меня там два раза сокращались работы, и я получал положенные мне выплаты, компенсации по потере работы, да. Но это вообще не вэлфер. Это страховка, в которой, когда каждый человек, который работает в Соединенных Штатах легально, нормально, с его зарплаты, там какая-то небольшая сумма снимается, это плата за эту страховку. То есть, когда я получал деньги от того, что у меня сократились работы, это я получал выплаты по этой страховке. Она хоть и государственная, но это страховка. Это не государственная помощь, это государственная страховка. То есть, в этом ничего нет криминального, и, ну, люди же не виноваты, когда там, допустим, компания загнивается и начинает сокращать людей. То есть, поэтому тем, кто когда-либо получал вот этот вот, по-английски называется, unemployment benefits, ничего не грозит. А вот кто получал welfare, а кто получал SSI, подделывая справки, как на Брайтоне, это очень-очень многие любят делать, завязано это все, вы знаете, это очень-очень много, там на Брайтоне очень много, целая система, значит, кто этим всем занимается. Знаете, врачи, которые получают с этого, они там пишут болезни, что ты там какой-то больной, часто пишут, что ты, мол, больной на голову там какой-нибудь. И ты получаешь SSI. Что такое SSI? Это помощь, это такая, небольшие деньги, но это, значит, пособие по инвалидности. Но инвалидность у тебя может быть в том числе и, как бы, по проблеме с головой, это тоже считается инвалидностью. То есть, ну, что ты дебил какому, короче. О, еще одна, третья. За этот месяц я вижу третью Honda CR-V пятого поколения. Кстати, вот в этих российских обзорах Honda CR-V, почему-то так смешно эти ведущие называют ее CR-V. Как будто когда CR-V, Honda CR-V, CR-V она называется. Да, неплохо, неплохо выглядит. Неплохо. И чувак разговаривает по телефону, в руке сидит, держит телефон, разговаривает. Хотя в этой машине абсолютно во всех комплектациях есть Bluetooth. Вот о чем это говорит, ребята. О тупости. Я думаю, о тупости. То есть, тупость здесь может быть разного плана. Нежелание разобраться, как подключить телефон к машине. Либо настолько, как бы, мозгов не хватает, чтобы в этом разобраться. То есть, нежелание, а реально не хватает мозгов. То есть, либо так, либо так. Но в итоге, в итоге получается наплевательство на правила, которые установлены уже давно, чтобы по телефону держать в руке, нельзя говорить, когда ты едешь. Так что, хорошая машина едет, но, к сожалению, за рулем едет, на мой взгляд, не очень хороший человек. И не надо меня осуждать, я вам по полочкам четко разложил, почему этот человек нехороший. Это, естественно, мое мнение, но если кто-то с этим не согласен, то извините меня. В общем, ладно, поехали дальше. Номера у него, о, номера у него Нью-Йорка. Он явно с предыдущей машины переставил номера. Еще она так выглядит, нормально. Вот этот вот, без поворотников, через два ряда, нормально. Видите, какие у нас в Нью-Йорке бывают? Красавцы. Так что, короче, жители Брайтона, получающие пособие и голосовавшие за Трампа, сами себе вырыли яму. Хотя, фактически, от них все равно бы ничего не зависело, потому что в штате Нью-Йорка Трамп все равно не победил. Вернее, как раз-таки в штате-то он победил, а вот в городе Нью-Йорке он не победил, но суммарно по жителям всего штата, включая такие большие города, как Нью-Йорк, он не победил. Ну, что делать? Что делать? Это, в принципе, уже не имеет значения. Так вот, ССА это такая помощь, это пособие по инвалидности. И вот что делают, они идут к Брайтоновским же врачам, они пишут, что они, вот там, что-то у них, шарики за ролики. Я так эту тему понимаю, как бы я, сами понимаете, я в этом не участвовал никогда, поэтому я не могу 100% сказать, как именно это происходит. Но примерно так вот оно происходит. Вот она, Ханточка CR-V пятого поколения, слева у нас, слева по борту. А вообще, на Брайтоне не только медицинские страховки, кстати, еще с медицинскими страховками там всякое происходит, много всякого происходит. И в том числе вот эти вот подставные аварии, о которых я говорил, когда люди потом начинают специально ходить к врачу, даже, в принципе, если у них ничего особо проблем нет, но люди начинают специально ходить к врачу, значит, все. И врач с этого тоже там вдоль, в общем. Так что, такие вот делишки у нас. Ну, какой туман сегодня! Ничего себе! Это мы с вами, господа, будем в тумане ехать по мосту сейчас. О, вот это круто! То есть, Манхэттена сегодня не будет видно точно ни за что. А, кстати, я помню на данном моменте, когда я говорил, вот там слева Манхэттен, но вам не видно. Он так и разговаривает по телефону, этот нехороший человек. Я говорил, не видно, ребят, там кто-то пишет, купи 360-градусную камеру. Ребят, я смотрел эти камеры, то есть, по приемлемым ценам, там, в 200, там, 300 долларов, это качество изображения просто ни о чем, просто никакое. И как с телефона снимать, и как калькулятором как будто снимать. О, вообще, туман-туман! Совсем туман! О, красота-то какая, смотрите! Красота-то какая! Лепота! О, романтика! В тумане ехать! Мне даже нравится! Вода какая-то откуда-то взялась. Или это из тумана уже? Походу, из тумана уже. Надо же! Ой, ветер еще дует! Ну, вообще! Так вот, короче, чтобы нормальную 360-градусную камеру достать, это нужно реально, наверное, несколько тысяч долларов на сегодняшний день заплатить. А снимать с поганым качеством вообще там в 240, 360, если не 240. Именно с таким качеством я видел, как она снимает. Вон, я видел, господин Портнов там экспериментировал с камерой, мне случайно как раз попались его ролики рекомендуемые. Ну, там же качество просто никакое. Да, я думаю, он сам это прекрасно понимает. И, по-моему, он уже поиграл-поиграл и прекратил этим заниматься. Потому что реально, ну, ну, никакое, короче. Эта техника еще не стала общедоступной. А у меня нет никакого желания там покупать какую-то видеокамеру, не знаю, за 2000 долларов. За 2000 долларов можно много чего другого купить полезного в моей жизни. Только ради того, чтобы на YouTube пару раз выставить классного качества видео. Нет, ребята, извините. За 2000 долларов я могу за 1000 купить мотороллер, что, кстати, у меня очень есть желание это сделать. В общем, посмотрим. Вот нравится мне на мотороллер кататься. Именно на таких маломощных, на которые не надо мотоциклетные права там специально покупать. Потому что нафиг мне эти надо еще заниматься. Страховка 100 долларов в год и можно на работу для прикола кататься в хорошую погоду. Вот так. Вот этот на Infinity. Все время мне кажется, что он будет наезжать на мой ряд. Поэтому, а за другой 1000 долларов, если уж так хочется, можно взять нормальный этот квадрокоптер, дрон с хорошим качеством, который классно летает. А то мне вот подарили дрон. Он, правда, совсем небольшой. И вот я попробовал летать, но он настолько легкий, что чуть ветерок, и его уносит сразу. В общем, поэтому видео с дроном навряд ли у меня какие-то получится сделать. Потому что я говорю, пока ветра нет нормально, чуть дунуло, все, его уносит. В общем, в итоге, скорее всего, он меня просто унесет его куда-то в какое-то недоступное место, где я его просто уже не смогу достать. И все. Поэтому, если надо делать съемки с дрона, то это надо нормально покупать. Как минимум за 1000 долларов вот этот вот DJI Mavic, по-моему он называется, или как-то так. Он классный, я видел обзоры его, я видел видео на ютубе, как он работает. Вот он действительно классный. А покупать 360 градусную камеру с изображением, да ну, ребят, реально не стоит этих денег. Просто не стоит этих денег, понты не стоят этих денег. Так что, господа, такие вот дела. Надо же туман какой. Интересно, из-за тумана еще и встанем сейчас мы с вами здесь по дороге, или все-таки нормально поедем. Оказывается, все нормально едут. Это вот этот вот, вот эти вот несколько машин здесь что-то тормозятся. Впереди вроде все хорошо. Интересная такая дорога в тумане получается. И на экране интересно, как будто я еду в никуда. Мы с вами уже, как многие из вас уже знают, находимся в Бруклине. Едем мы по Белл Парквей. В сторону, кстати, Брайтон Бич. Но на Брайтон Бич мы с вами не поедем. Мне надо дальше. Что ж это такое-то, а? Вот. Наконец я вырвался из этого потока. Несколько буквально машин вот так вот едут по разным рядам и фиг их обгонишь. Бывает и такое. На самом деле у меня скорость 53 мили в час вот сейчас показывает, а ограничение 50, поэтому нормально, все. А вот те реально медленнее едут. Лучше бы они все в правую полосу бы съехали. Было бы гораздо логичнее. Ну, кстати, насчет держаться правее здесь далеко, далеко не умно. Ох, ты посмотри на него. Ну, псих, а. Хоть бы, хоть бы поворотник еще включил, когда этим занимался. Машина хорошая, а за рулем еще один сидит. А потом вы мне пишите, вот у меня вокруг все дураки, идиоты, козлы, дебилы. А что, не так, что ли? Вы посмотрите сами. У вас брат в Москве есть? Так что, короче, вот так вот. Вот он взял и вспомнил, что ему нужно срочно сворачивать. Ну, хоть бы поворотник включил, хотя бы. Он же просто тупо на меня поехал. Ой, ребятушки, а вы говорите, что в Америке все хорошие. Да нет, конечно, хороших людей много. Но попадаются иногда такие клоуны, что диву даешься. Как таких вообще земля носит? А так вот, кстати, что я еще хотел рассказать. Потом у меня мысль ушла в другую сторону. Где-то давно, когда еще был популярным сайт говноклассники, да, ну, он был одноклассник, и потом он стал таким шлаком, что я его давно стал называть, если где-то, то говноклассниками. А еще я слышал там такой ура-патриотизм в этих одноклассниках, что его еще называют в однокласснике. Что, скорее всего, правда. Так вот, когда-то группы там были, когда-то я где-то сидел, что-то бывало там писал, и, короче, нарвался на одну тетку, которая живет вот здесь вот справа. Сейчас в тумане не видно. Эти дома, они были project, так называемые, то есть субсидированные дома от государства, от штата. Так вот, значит, она живет в этом доме. Ну, то есть, она, что-то мы с ней сцепились. Я говорю, вот такие, типа, живут, значит, на пособиях там, туда-сюда. И она говорит, вот, я живу в элитном доме, в хорошем доме. Даже, по-моему, слово элитное прозвучало. А у нее имя и фамилия есть. Так я, короче, в интернете пробил по имени, фамилии, ее адрес. И посмотрел, она живет в project housing, то есть в субсидированном государственном жилье для малоимущих на вот этой вот West 5 улице. Я ей пишу, и ты гордишься, что ты так живешь, ты здесь, типа? Ну, короче, вот это вот из тех людей, которые сюда в начале 90-х годов приехали, короче. И вот, представляете, год был, наверное, где-то 2009. Да, примерно так. То есть 19 лет человек, если не 20, живет здесь. Живет в субсидированном жилье для малоимущих и гордится этим, что обманывает систему. А муж у нее, как она сама там писала, муж у нее там бизнес у него, типа. То есть, ну, что можно сказать? Значит, бизнес либо на наличные деньги какой-то левый, либо оформлен на кого-то, либо ее муж по документам совсем ей не муж. Видите, как происходит? И люди, самое интересное, что люди не стыдятся этого, а наоборот, всем рассказывают гордо, как они хорошо обманули систему. То есть, и за жилье, за съем жилья платить не так много надо, государство доплачивает. И еще и какие-то, наверное, пособия. Скорее всего, медикейт на детей, на всех и на себя тоже. Тем более, это же Нью-Йорк. А в Нью-Йорке-то медикейт всем подряд дают. Неважно даже, граждане или не граждане. О! Медикейт это медицинское страхование государственное. Полностью бесплатно. Для тех, кто просто не в курсе. Вот так и живут некоторые наши люди. Наши люди, так сказать. Да, это наши люди из Ташкента, кстати говоря. Ну, поэтому в такой, как бы, группе когда-то я что-то заходил оттуда и взял вот эту вот клоуншинку. И таких много, представляете, таких много. И я и написал, говорю, да, 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 выиграю паразиты, выиграю. You abuse the system. Как это сказать? В общем, вы, короче, пользуетесь системой, пользуетесь дырками в системе, вы обманываете систему. Я говорю, стучать на вас некому, короче. Так они на меня там ополчились, а там много таких. Они, значит, на меня ополчились. Говорят, вот. Мы убежали из Советского Союза, из сталинской страны, стукачей. А ты здесь, типа, вот такой же, типа, ерунду продвигаешь здесь, про стукачество. Это они так рассказывают. Хотя, вроде, считается, что Америка страна стукачей. Ну, да, по идее. То есть, если что-то где-то не так, то сразу звонят, в общем-то, куда следует. Что на самом деле правильно. То есть, вот, представляете, что у этих людей в голове. То есть, когда они делают неправильно, то ты нехороший, что ты о них доложишь, куда следует. Видишь, как, видите, какой. Я, короче, по их мнению, в общем, совковое быдло, стукач, представляете, да. Но сами они живут и боготворят вот эту, значит, Америку, что Америка, вот, такая страна. Она мне много дала. А в том числе в Америке, во всяком случае, больше, чем, не знаю, в других частях света, все-таки существует какой-то законный порядок. Но, конечно, давайте сменим тему законный порядок. Опять скатимся на политику. Значит, сейчас очень многие защищают незаконную иммиграцию, значит, незаконных иммигрантов. И даже придумали такой, значит, придумали такой термин. Law at bearing illegals. То есть, законопослушные нелегалы. Вы себе представляете абсурдность этой фразы? Абсурдность этого словосочетания? Законопослушные нелегалы. Ребята, если ты нелегал, то ты уже, значит, нарушил закон. Значит, ты уже незаконопослушный. Логику, видите? Законопослушный нелегал. Это просто, я не знаю, я чуть сейчас матом не вырвалось, как об этом еще сказать. Но на этом канале не было и не будет мата. Ну, а если есть, то он будет запикан, конечно. То есть, эти люди, они сами себя слышат вообще. Клоуны полные, короче. Я понимаю, о чем идет речь. Конечно, я же тоже не дебил, у которого совсем промыты мозги Fox News. То есть, я в реальность-то понимаю. То есть, Fox News, они правильно многое говорят. Но тоже, естественно, они, это главный рупор республиканской партии. О, где-то я уже видел машину с этим номером. Мама лав. Но, они, конечно, имеют в виду, значит, тех, кто незаконно пересек границу. Но здесь не занимаются там преступлениями. Ну, это еще можно понять. Но, с другой стороны, если есть закон, и на закон же закрывают глаза, то что это за страна тогда такая? То есть, да? Я понимаю. И, вы знаете, наверное, должен быть какой-то баланс. Все равно без незаконных иммигрантов эта страна была бы другой. Труд незаконных иммигрантов, опять же, незаконно. Он использовался, используется и будет использоваться. Потому что это очень дешевый труп. Дешевая рабочая сила. Но просто это нам нужно как-то сдерживать. То есть, все-таки как-то баланс держать этот какой-то. Но, с другой стороны, Вот дилемма-то какая. Но, с другой стороны, получается, значит, законы не работают. Значит, закон до конца не исполняется. Естественно, если выгнать всех нелегалов отсюда, то кто тогда будет в какой-нибудь Аризоне, там, Нью-Мексико, собирать урожай? Американцы-то не будут этим заниматься. Да еще за такие деньги. Это не то, что там расизм или что, но реально мексиканцы же работают в полях. Они родились и выросли в жаркой стране. Им эта погода нормальна. И они зарабатывают деньги, они высылают деньги обратно домой. Но это если это действительно нормальные люди, которые там не совершают преступления. Вы знаете, интересно, что если человек незаконно находится в стране, то на самом деле, мне кажется, вероятность того, что он совершит преступление, гораздо меньше, чем взять такого уже, допустим, человека, но гражданина страны. Потому что гражданина страны ты не выкинешь. А нелегал, наоборот, большинство нелегалов сидят тише воды, ниже травы, лишь бы только не иметь никаких проблем с полицией и вообще с ними не встречаться. Поэтому на самом деле, мне кажется, большинство нелегалов, они, в принципе, как бы мирные люди, и они сидят тише воды, ниже травы. Я не думаю, что нелегалы вообще ходили на эти митинги, и вот эти все протесты. Они сидят себе, короче, и не вылезают. Но если среди них действительно есть и ловят каких-то нелегалов, которые занимаются действительно нехорошими делами, то их, естественно, надо, их, естественно, надо выдворять из страны. Я считаю, это нормально. Кстати, кстати, все либеральные СМИ вчера умолчали новость о том, что какой-то нелегальный эмигрант убил свою, что-то там, семью даже, убил свою, что-то такое. Его в 2013 году выдворили из страны. Он каким-то образом опять незаконно вернулся, пересек границу. Он опять здесь жил. И вот недавно что-то, в общем, он там свою семью искалечил или даже поприбивал всех. Вот. Ну, это, конечно же, все, ну, CNN, NBC, CBS. Эту новость все обошли. Я искал, искал, не нашел. Естественно, это новость только на сайтах, которые, в общем, в принципе, не против Трампа. То есть, ну, первое же, это, конечно, по Fox News это было показано. Ну, и другие все. Там есть же еще. Не все же совсем уже против. Вот по этим, в этих источниках это прозвучало. Но не в одних других. Так что, ребята, ну, в общем, как всегда, как всегда, промывание мозгов и так далее. В общем, я считаю, что, ну, вы знаете, вот я даже не знаю, вот к чему больше склониться, что законы должны исполняться, если они есть. А получается, если вы кладете на законы, то что же это за страна такая? С другой стороны, без нелегалов в Америке станет все дороже. Это же тоже надо понимать. Совсем без нелегалов. Все равно в полях надо работать. Американцы вообще не будут работать. А если будут, то за гораздо большие деньги, а это значит, продукция подорожает. Это же тоже надо понимать. Я это понимал всегда. Когда мне это начинали писать, ну, как будто я этого не понимаю. Просто есть очень много других факторов, как бы. Что-то приходится, на что-то приходится закрывать глаза, так же, как некоторые закрывают глаза на законы вообще. Что вот такие вот мысли на сегодняшний день. Температура у нас, как вы помните, была более 20 градусов. Если в Цельсиях, хороший день. Туман, правда, но день неплохой сегодня. Очень даже. И сегодня 25, по-моему, февраля, я не помню, или 24. Черт его знает. 20 понедельник. Да, начать 26 уже февраля. О! В общем-то, еще два дня, и уже, здрасте, март пришел. Ну, как вы помните, в Америке весна начинается с 22 марта, а не с 1 марта, что действительно астрономическая весна так и начинается, потому что еще полмарта все равно может быть холодно. То, что сегодня температура плюс 20 в Цельсиях, это все равно ненормальное явление. Оно бывало и раньше, то есть ничего такого страшного в этом нет, но на самом деле в среднем температура в конце февраля все-таки не такая. Гораздо меньше. Ну, на сегодня вот так. Так что до прихода настоящей, реальной весны все равно остается уже менее месяца. Ну, а там и лето впереди. В общем, можно сказать, что практически уже можно сказать, что почти зима у нас закончилась. В общем-то, снег выпадал настолько много, чтобы я убирал его вокруг моего дома всего лишь два раза. Есть, конечно, еще вероятность, что и в марте что снег пойдет. И шел снег уже два раза в марте. Было такое два года в прошлом году. И, может быть, не в позапрошлом, то два года назад точно в марте снег шел. Причем один раз восьмого марта снег шел. А между прочим, у меня же даже видео это осталось. Я тогда как раз ехал отсюда домой и снег лежал по обочинам. И как раз уже скоро и на летнее время мы перейдем. В общем, лето длинное в Нью-Йорке и в окрестностях. Можно так сказать. И это, конечно, не может не радовать. Потому что зиму я не люблю. Зима должна быть там, где мы катаемся на лыжах. Но не более того. На этом, господа, я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.